День Победы Я считаю, что наше смирение, наше терпение, становление как Личности — это величайшая победа в этом мире. Мне давно хотелось рассказать этот эпизод из жизни царя Давида. Но сегодня я поняла, что мало рассказать этот один эпизод, нужно расширить именно повествование об этом удивительном человеке. Несмотря на то, что он, конечно, ошибался и неслабо ошибался, но Господь его прощал, благословлял, ибо сердце его было расположено, и оно было очень искренним, его раскаяние было очень искренним. И Господь видел это. И Господь всегда прощает нас, если мы искренне перед Его лицом. Наша победа, понимаете, война все время, вот она закончилась в 45-м, война, а она все время продолжается. И я сегодня даже, понимаете, как никогда еще раз подумала о том, что мы меняем власти, меняем президентов, меняем руководителей. Вот эта поговорка в народе, шила на мыло, шила на мыло, она возвращается к нам в семикратном размере еще тяжелее для нас, понимаете? В семикратном, как минимум. К сожалению, понимаете, к сожалению, власть портит человека, и вот он грабит, грабит, позволяет использовать себя. Всего использует, он позволяет использовать. И вот уже, как бы, уже закрыть глаза, Бог вам всем, судья, что другого искать? Этот уже награбил, этот уже все, уже все, вот уже куда ему больше? Придет новый, начнем все сначала. Придет новый, как мы говорим, новая метла по-новому идет. А в первую очередь нажива, в первую очередь обобрать, ободрать, но никак не обогреть. Ну это такая, понимаете, негатив такой, но это наша действительность, мы же это видим с вами, мы это ощущаем. Каждый, на своем месте мы это ощущаем. Но я сегодня хочу как раз о позитивном. Царь, царь Давид, царь. Каким должен быть настоящий царь? Все отдать, отдать, разделить поровну, поделиться. Вот это настоящий царь, вот это настоящее ставление Божие. Ну давайте все в порядку. Очень быстро я законспектировала, не буду долго томить вас, постараюсь быстро. Итак, первое царство, восемнадцатая глава. Начнем именно с этой главы, чтобы было понятно. Читаем. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился. И неприятно было ему это слово, и он сказал. Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ну побед. Ему не достает только царство. И с этого дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. То есть первый царь Израиля, Саул, был помазан пророком Самуилом по назначению на царство самим Господом. Господь сказал Самуилу, помажь. Ну раз Израиль ропщит, хочет царя, пусть будет им царь. Помазал. А потом отошел от него, потому что я не буду сейчас этого касаться, потому что речь идет именно о царе Давиде. А потом отошел от него Господь и сказал все. И он стал лишаться побед, и у него стали промахи. Но он его как бы царство лишил, уже сказал помазать на царство нового царя, и был помазан Давид. Но Давид никак не вступал в свои права, потому что Саул держался за кресло прочно. И Господь на все на это смотрел и отступил от Саула, а был всегда уже с Давидом, так как он уже был помазанником Божьим, новым царем Израиля. Не делал ничего такого, как бы своей божественной рукой он мог взять его, отодвинуть разными путями и воцарить на царство Давида. Все предоставил, вот как оно идет. Потому что человек сам, понимаете, сам рубит сук, на котором сидит. И вот читаем дальше. Первое царство, это была 18 глава, Саул, ему это все не нравилось. И он замышлял погубить Давида, Саул. Он думал, таким образом, как бы я останусь на царстве совершенно. Если у Бога уже план свергнуть, сместить, и он уже помазал царя Давида, глупо вообще цепляться, понимаете, вот глупо цепляться, потому что воля Божья и благословение Божие уже на Давиде. Уже на Давиде он отошел от Саула. И вот мы читаем с вами первую книгу царств, 24 главу 3 стиха. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. То есть Давид все время прятался. Он не хотел, понимаете, он, ну зачем, как бы, на глазах мельтешить. Но я все время, я все время перевожу это вот на себя и на свое руководство вот в колледже. Я лишний раз не хожу. У меня там вдалеке там кабинетик вот этот вот, я там тружусь и тружусь. Я лишний раз к ним вообще не хожу. Уже хожу по величайшей нужде. Либо у Ирины Александровны отпроситься, конкретно сказать, Ирина Александровна, вот у меня конкурс джазовых стандартов, меня в пятницу не будет, но я потружусь потом, я верну эти часы. Идите с Богом. Она мне, понимаете, я пришла и поклонилась заместителю директора по учебной части. И это правильно. Я должна ее поставить в известность, но лишний раз я не пойду. Я не пойду мельтешить вообще. И так хорошо, что Господь, понимаете, в свое время убрал наш класс в самый закуток вообще. Там никто не ходит. Вот я сижу там и тружусь. Ни меня никто не видит, ни я никого. Ну просто чудо какое-то. Вот просто чудо. Надо будет, я пойду поклонюсь, потому что это мое начальство. И Давид уходил, уходил, понимаете, от греха подальше мы говорим. От греха подальше. И пришел к закону овечьему при дороге. Там была пещера, Саул. И зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине. В глубине пещеры. И говорили Давиду люди, ну вот день, в который говорил тебе Господь. Ну вот же у тебя возможность подойти сзади. Чпокнуть его, значит, камнем. И все. И ты на царстве. И нет больше Саула. Ну по нужде зашел. А они там, в глубине пещер. Давид встал тихонько. И отрезал край от верхней одежды Саула. То есть Саул даже, ну вот как-то вот так умудрился. Отрезал краешек. Нож всегда. При нем. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Даже это его смутило. И сказал он людям своим. Да не попустит мне Господь сделать это Господину моему. Помазаннику Господню. Чтобы наложить руку мою на него. Ибо он помазанник Господень. То есть была возможность. Вот жизнь Саула была в руках Давида. Но в руках вот краешек одежды Саула остался. Но он ему ничего не сделал. Да не попустит Господь сделать помазаннику Божьему. То есть все, что по отношению к Саулу свыше было, Давиду не было известно. Он знал, что это царь. И он жив. И он жив. То, что отступил от него Господь, Давид этого не знал. Давид не знал. Он жил так, как было по сердцу. Вот по сердцу Давида. Ибо он помазанник Господень. Дальше. Вот ситуация. Мог? Мог. Смирился? Смирился. Поступил мудро? Мудро. Уж куда мудрее. Уж куда мудрее. Это была 24 глава. 1 царств. 27 глава. С 1 стиха. И сказал Давид в сердце своем. Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимлянскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня. То есть вот он по горам скитался, с ним 400-600 человек, его единомышленников, его постоянных, ну, соратников его, они были вместе с ним, с Давидом. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. То есть, ну, понимаете, вот бегает, бегает человек. Лучше с глаз долой. И встал Давид и отправился сам из 600 мужиков с ним к Анхусу, сыну Мауха, царю Гевскому. То есть царь филистимлян. Анхус его зовут. И жил Давид у Анхуса в Гефе, сам и люди его, каждый семейством своим. Давид и обе жены его, Ахинаама, изриэлитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. История невероятно интересная по поводу Навала и Авигеи. Почему вот бывшая жена Навала. Навал, ну, сам тоже поставил крест на себе. Все поставил, все, похоронил себя, и сам же и крест поставил. Поступил нехорошо. Прожил еще немножечко за всем после случившегося. Но жена его настолько мудра была, что когда Давид узнал, что Навал скончался, он сказал, слава Богу, что не моя рука была на его смерти, а Господь. Господь все совершил и послал своих слуг, чтобы Авигею взять себе в жены. Она была очень красива и мудра. И она с радостью согласилась. И донесли Саулу, что Давид убежал в Гев, и не стал он более искать его. Ну, Саул, ну и ладно, все. И сказал Давид Анхусу, если я приобрел благоволение в глазах твоих, Анхус, царь, герзкий царь, то пусть дано мне будет место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою? Ну, то есть мне вот что-нибудь, куда-нибудь определи меня, и я буду рад. Тогда дал ему Анхус Сикелак, посему Сикелак и остался за царями иудейскими до ныне. То есть вот царь Давид, уже будучи помазанником Божьим, он ему отдал Сикелак, и по сей день это является иудейским до ныне. Всего времени, какое положил Давид в стране филистинской, было год и четыре месяца. И вот дальше, первое царство, 28 глава. В то время филистинляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. Представляете, царь, помазанник, помазанник Израиля находится у филистинлян, и вот они собираются идти войной на Израиль. И сказал Анхус Давиду, да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои. Представляете, царь Израиля идет с филистинлянами воевать в Израиле. И вот первое царство, 29 глава. Второй стих. Князья филистинские шли сотнями и тысячами. Давид же и люди его шли позади с Анхусом. То есть замыкали с царем филистинским. Первое царство, 30 глава. И говорили князья филистинские. Это что за евреи? Анхус отвечал князьям филистинским. Разве не знаете, что это Давид? Раб Саула, царя Израильского. Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сего дня. Объясняет. Князьям филистинским объясняет царь. Как вам это нравится? Очень интересно. Ну а почему царю не дать ответ? И вознагдавали на него князья филистинские. И сказали ему князья филистинские. Представляете, вознагдавали на царя. Что ты пригрел тут израильчанина? Ну и что, что Давид? Ну и что? И дальше что? А что ты пригрел-то его? Мы сейчас войной идем на Израиля. Прямо серчали. И сказали ему князья филистинские. Отпусти ты этого человека. Пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил. Чтобы он не шел с нами на войну. И не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Ну то есть как бы отправляют его в пределы, которые ему Анхус предоставил. В принципе ведь мудро. Ну в принципе-то мудро. От греха подальше. Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? И призвал Анхус Давида и сказал ему, жив Господь. Ты честен. И глазам моим приятно было бы, чтобы ты выходил и входил со мною в ополчение. Ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня. Но в глазах князей ты нехорош. Вот я уверена, что просто Господь сказал. Вот Господь сказал этим князям. Поворотите-ка Давида обратно. Вот не просто так. Все не просто так. И в третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секилак, Амаликитяне напали с юга на Секилак и взяли Секилак и сожгли его огнем. Вот вы понимаете? Отправляют Давида обратно. Его возвращают в его город. Он возвращается, но пешего пути три дня. А Амаликитяне все этим не имется. Понимаете? Вот народ. Господь же сказал, мы с вами говорили о том, что сотру. Стереть вообще, стереть со вселенной. Вообще, стереть этот народ. Чтобы о нем вообще даже не слышно, не видно было. Вот они все время из-под тяжка. Вот вышли мужчины все, Давид и все с ним. Остались жены и дети в городе, который определил анхус для Давида. И вот они видят, что приходят, сжигают город, забирают, все добро собирают. Город сжигают, а жены детей забирают с собой. Ну вот как вот, а? Ну вот Амалик, вот он и в Африке Амалик. И вот в третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сигелак, амаликитяне напали с юга на Сигелак и взяли Сигелак и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу. И вот он сожжен огнем. А жены их сыновья, их и дочери, их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль. И плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, Азри-Литянка, и Авигея, бывшая жена Навала, Кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями и воскорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. То есть, представляете, Давид поднял их, чтобы идти с Анхусом в ополчение, воевать. Вывел их из этого города. И в это время Амалик все это и забрал жены, детей. Представляете, как осерчали? Реально бы могли побить камнями Давида. Какого рожна? Вот ты нас туда, вот что вот мы пошли за тобой? Были бы здесь, так вот Амалик бы и не одолел бы нас. Все бы живы остались. Но у Бога свои планы. Я все время думаю, у Бога свои планы. Свои планы. И его задача была привести Давида в полной славе на царство. И вот таким вот путем, понимаете, все. Но Давид укрепился надеждой. Седьмого стиха читаем дальше. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Амигелехову, «Принеси мне эфот». И принес Авиафарт эфот к Давиду. Эфот – это облачение, которое человек надевает на себя во время молитвы. Золоченые и червленые и голубые вышивки на нем. Это все не просто так. Потому что эти цвета все присутствуют в Храме Божьем. И все это в параллели идут. Я это все параллелила с телом человека. Это наша кровь. Это наши вены. Кровь. Все это. Это как прообраз и Христа. Ну, то есть там у меня много всего. И вообще в голове моей всегда сразу же… Ну, я сразу же… Вот образы передо мной встают. Потому что тело человека полностью, как копирка, храм Божий и тело человека, как копирка. Он написал во второзаконии, как нужно, что нужно и как сотворить в Храме. И какого цвета должны быть завесы, и какого цвета это, и какого цвета то. Все абсолютно. И как копирка – это наше тело с вами. Наше тело с вами. Потому что мы есть храм Бога Живого. Тело человека. Он потом, когда завеса разобралась сверху донизу, Дух вышел оттуда, и он теперь поселился в человека. И вот ему принесли, где мы читали, Эфот к Давиду, Авиафар принес. И вопросил Давид Господа, говоря, «Преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их?» И сказано ему, «Преследуй». Догонишь и отнимешь. Представляете, Господь говорит Давиду. Три дня пути туда шли, обратно шли, все вымотались, Плач был великий, плакали, уже все, перестали плакать, Потому что устали уже все, уже сил не было никаких. А Господь говорит, «Иди и догонишь, Преследуй, догонишь и отнимешь». И пошел Давид сам, и 600 мужей, бывших с ним, И пришли к потоку в Ассор, и усталые остановились там. И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, Потому что были не в силах перейти поток в Ассорский. То есть 200 остановились там, ну, с обозами, там что-то, что с собой взяли. Ну, как говорится, спешились. А Давид с четырьмя стами пошел дальше. А 200 остались, ну, сил не было. Ну, реально не было сил у 200. И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, Потому что были не в силах перейти поток в Ассорский. То есть унесла бы вода. Вода бы унесла, Давид, реально, ну, сил нет. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду. Вот они перешли поток. И вот нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду. И дали ему хлеба, и он ел. И напоили его водою. И дали ему часть связки смокв, и две связки изюма. И он ел и укрепился. Ибо он не ел хлеба, и не пил воды три дня и три ночи. Вот этот египтянин. И сказал ему Давид, чей ты? Откуда ты? И сказал он, я отрок, египтянин, раб одного амаликитянина. И бросил меня господин мой, ибо уже три дня, как я заболел. То есть амалик, слабого, больного раба, бросил больного здесь, ни еды ему не оставил, ничего, помирает. А сам дальше пошел, с награбленным. Бросил, господин мой, ибо уже три дня, как я заболел. Мы вторгались в полуденную часть... Что ж такое мне вот это надо все это убрать? Мы вторгались в полуденную часть Керити, и в область Иудину, и в полуденную часть Халиба, а Секелак сожгли огнем. То есть вот он рассказывает, рассказывает Давиду, где они были, куда они вторгались. Он был при Амалике рабом там у своего хозяина, а Секелак сожгли огнем. И сказал ему Давид, доведешь ли меня до этого полчища? И сказал он, поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня, и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища. То есть раб сказал, только поклянись, что не отдашь. Вот я все время думаю, поклянись. Вот люди, как они держали клятвы, как все время держали клятвы. Не дай Господь ослушаться Господа, и вот дав клятву, не сдержать ее. Ничего не надо было, ни печати никаких, ни нотариусов. Дал, держи. И ему было достаточно слова. И он повел его. И он повел его, и вот Амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. То есть какие-то 400 юношей на верблюдов сели и убежали. А остальных всех покарал. И отнял Давид все, что взяли Амаликитяне. И обеих жен своих отнял Давид. То есть вот то, что раб перечислил, вот он же здесь сказал, что мы вторгались в полуденную часть Керити, и в область Иудину, и в полуденную часть Халива, и Асакилак сожгли огнем. То есть представляете, сколько добра. И тут добро, и тут добро, и тут добро. То есть везде, где вторгались, все это было награблено. И вот они праздновали. Представляете, сколько добра награбил Амалик? И отнял Давид все, что взяли Амаликитяне. И обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего. Ни малого, ни большого. Ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи. Ни из всего, что Амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот. И гнали его пред своим скотом. И говорили, это добыча Давида. То есть и остальное все забрали. И пришел Давид. Что же дальше? Понимаете, вот слава Божья на человеке. И план Божий. И план Божий. Вот все, что мы говорили, вот только вдумайтесь. Когда читаешь, ну как бы нелогично. А не надо здесь логично вообще. Бог вообще алогичен. Все парадоксально. Все писание парадоксально. Но это все вот мы проходим, 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 проходим. Мы себя смиряем, мы одерживаем победу, мы одерживаем победу. Здесь послушались, здесь послушались, здесь послушались. Встал на молитву, сказал, иди догонишь. На него смотрели вот все вот. Да ты что, да куда нам догнать? Мы еле на ногах стоим. Мы сейчас тебе пору камнями побить. За то, что вот это вот все. Иди, ни детей, ни жен, никого. И город сожжем. Нет. Они встают и идут за Давидом. Понимаете? Но что же было дальше? Что же было дальше? С 21 стиха читаем ту же главу. И пришел Давид к тем двумстам человек, которые не были в силах идти за ним. И которых он оставил у потока воссор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Когда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить. Понимаете? Вот паршивая овца. В стадии. Ну, как бы образно говоря, не одна. А вот люди, ходившие с Давидом, стали говорить. За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей. И идет. Понимаете? Но они же не ходили с нами. Вот они, вот тоже, нам какой урок? Вот читаем. Ну, какой же нам урок? Ну, люди добрые. Ну, какой же нам урок? Они готовы идти. Ну, у них реально не было сил. Они бы просто погибли, не перешли бы. Течение бы унесло. Давид, совершенно понимая, все это оставляет их. А добычу делит между всеми. Но Давид сказал. Не делайте так, братья мои. После того, как Господь дал нам это и сохранил нас и придал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть, ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Секилак, и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим говоря, вот вам подарок из добычи, взятый у врагов господних, тем, которые в Ифиле, и в Рамофе Южном, и в Иаптири, и в Араерии, и в Шермофе, и в Эстимуа, и в Рахелии, и в городах Иерихмельских, и в Городах Кинейских, и в Хормии, и в Хорошани, и в Атахии, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам и люди его. Разделил все. Понимаете? Разделил все. А я не могу, прям не могу. Когда во время войны конфету одну на пятерых делили, понимаете? На пятерых. Поровну. И отец, и мать, и дети. Поровну. Потому как, умри отец с матерью, кто позаботится о детях. Они малые. Делили поровну. Вот смирение, понимаете? Вот победа. И вот оно, победа. Вот мы прошли с вами от 18 главы, первое царство, 18 глава. Мы прошли с вами вот этот путь Давида, когда он мог в этой пещере долбануть Саула и встать на царство. И еще не встал, понимаете, после этого, еще вот продолжается. Почитайте, это же история, это нам такие уроки, такие уроки победы. Нужно одерживать свою победу. И в первую очередь в нашем смирении, в покаянии, в смирении. Книга-причь нам пишет. Страх Господень научает мудрости. И славе предшествует смирение. Смирение предшествует славе. И притча 18-12. Перед падением возносится сердце человека. А смирение предшествует славе. То есть вознес человек себя, он упадет. А смирение предшествует славе. Победе. Победе. Пусть наша с вами победа будет ежедневно, ежечасно. Каждое мгновение. Будем смирять свою плоть. Будем учиться. Будем учиться. Посмотрела еще и статистику, сколько какой царь, сколько лет царствовал. Давид 40 лет процарствовал. Процарствовал. Ну, есть даже 82 года. Представляете? А мы все меняем, меняем президента. Меняем, меняем. Ну ладно, сейчас будет. Воля Божия есть, чтобы он был. Ну и все, и смиримся. Как есть, так и будем есть. Ничего, Господь любит нас. Вы дети, поверьте. Смирите сердце свое перед Господом. И одержим победу. Над собой. Над злом. Над плотью. Все, что лезет все время в нас. Не спрашивает. Все время лезет. Гоните крючьи. Во имя Отца и Сына и Святого Бога. Аминь. Сына и Сына. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok